Добавление такое было. Ну а у нас юлианский календарь, то есть у нас по солнцу идёт. Поэтому у нас добавляется только днями. Всеобщность и древность предания о седьмом дне у язычников также показывает, что все предания идут от начала мира. То есть язычники. То есть понятие сотворения мира и Евангелие сближают с учением о искуплении человека. Человека, возрождённого во Христе, оно называет новой тварью. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит не обрезание, не не обрезание, а новая тварь. Календарь 6 глава 15 стих. Внутреннее просвещение от Бога подавляет происхождение первоначального света от Слова Божия. Просвещение. Тут уже там освещение было, а тут просвещение от Слова Свет. Слова Свет идёт в основном по Свет Божий. То есть мы имеем в виду Свет Божий как Солнце или как тот Свет, который был первосвет, ещё когда Солнца не было. То есть внутренний Свет, то есть духовный Свет от Бога, который просвещает. И если мы не будем видеть этим Светом, то мы тогда будем во тьме. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы во Сея Свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище себе выносим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. 2 Корифон 4, 5, 7. Ну так и получилось. Адам, когда был сотворён, он увидел, он увидел, не знаю до какой степени он увидел Господа, но однако он увидел рай, животных, увидел все блага, какие были, но не увидел духовно. Духовно не увидел любви, которую Господь ему оказывал. Не смог благословить Господа, не смог отблагодарить Его за это. И поэтому попался на первую же удочку. Причём через того человека, которого Господь сотворил ему как помощник. Покой верующих во Христе соединяет с покоем Божиим по совершении творения. А ходим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, я поклялся в небе моём, что они не войдут в покой мой. Хотя дела его были совершены ещё в начале мира, ибо нигде сказано по седьмому дне так. И почил Бог в день седьмый от всех дел своих. Евреям 4 глава 3-4 стихи. И ещё посему для нас, для народа Божия, ещё остаётся субботство. Ибо кто вошёл в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Как в начале мы считаем, что когда человек попадёт в покой, только когда предстанет в Господом вере. Итак, постараемся войти в покой Он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Евреям 4 глава 9-11 стихи. Из всего открывается, что между детьми Божьими в мире великом и малом, в царской природе и благодатье, несмотря на видимое их расстояние и существенное различие, находится некоторая таинственная соразмерность и санкверствие. Итак, сотворение мира можно рассматривать как образ искупления, но поскольку Евангелие только некоторые черты, сходство между тем и другим раскрыто с ясностью в Евангелии, то желающий по указанию этого прострёт все соображения до некоторой подробности, должен довольствоваться вероятностью, имея в виду то, то скажется, хотя гаданием многоразличная премудрость Божия, как написано в Ефесянам 3 глава 10 стих. В соответствии между творением и искуплением наблюдать можно в соотношении к образованию церкви вообще и в отношении к возрождению каждого человека. Некоторые полагают, что 6 дней творения со днём покоя знаменует 7 тысячелетий бытия мира, в который устрояется и совершается церковь. А одно то, написано, не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. 2 Петра 3 глава 8 стих. Но Иисус Христос не позволяет нам слишком далеко простирать своё любопытство в изыскании времён и сроков, которые Отец предоставил своей власти. Деяние 1 глава 7 стих. Ну, Он сказал, что не ваше дело знать времена и сроки. И поэтому строгих счислений держаться не надо. Как вот сегодня очень любят счислять. Опять там какое-то... Нашли там что-то 2 миллиона лет назад человек сотворён, там, мы говорим, сотворён, то есть возник откуда-то там, и ещё что-то там. Какие-то сенсации вот эти домороченные. Всего этого, конечно, ничего... Нам об этом не говорится. Для того, чтобы мы не вникали, для нас недостижимое, и мы должны успокаивать все эти свои любопытства, всю вот эту какую-то восторженность земную, текстную. В груди своей, то есть своё сердце сдерживать. Я не входил на меня недосягаемое, говорит Псал Матвеевец, в 30-м Псалме. Не успокаивало ли я, говорит, души своей, как дитя у тебя в груди. У нас тут ещё есть оцепки и размышления небольшое. Но у нас есть время. Если есть какие-то вопросы, то... Давайте... Вопросы? У меня вопрос. Там, в начале, в течение, где, когда творится время покоя, время благосостоянное, выделяется... Там идёт отсылка, что это изначально было. Не очень я понял эту мысль, что... О чём там речь? Почему... К этим первоначальным временам обращают наше внимание. Что он сразу одновременно всё творит? В этом смысле или как? Там в начале было... Если конкрет посмотреть... Небо и землю, ты имеешь в виду, в начале... Нет, там, где про шестой или седьмой день говорится, что он творит время покоя, и там... Что это первоначально было так... К первоначальному он нас возвращает. Я не очень понял просто, о чём это. Что там, какая мысль заложена. Ну, мысль такая, чтобы ты далеко не ходил. У него мысль такая, что... Вот то, что было для человека сделано, было за шесть дней. А то, что седьмой день ты войдёшь в покой только при помощи, при силе Божией, если будешь с Богом. Вот это мысль у него. Если ты будешь с Богом... То есть каждый человек, который сейчас пришёл в этот мир, он не имеет права не освещать этот седьмой день.